Как нужно принимать решение о приеме протеина и какой лучше всего выбирать, а какого протеина вообще не должно быть в ваших квартирах. Они противопоказаны при различных заболеваниях. Мы смотрим не только на состав, который указан на банке и перечислены все именные кислоты, также есть такое слово, которое называется ингредиенты. Всем привет! С вами Ксения Черная и вы смотрите канал про здоровье. У нас уже был выпуск, который посвящен iHerb и различным нутрицептикам, которые вы любите там покупать. И, к сожалению, многие покупают абсолютно бесполезные продукты, не разбираясь в составе, качестве, пользе и вреде этих продуктов. Поэтому одной из популярных тем, которую вы просили разобрать, является выбор протеина. Почему многие любят пить протеин? Потому что есть очень много мифов. Парням, которые тренируются, советуют тренеры, девушкам советуют, чтобы выросли волосы и улучшилось качество кожи. Как нужно принимать решение о приеме протеина и какой лучше всего выбирать, а какого протеина вообще не должно быть в ваших квартирах. На столе вы видите мои виды протеина. На самом деле это даже пептиды коллагена, а не протеин. Фирму мы не покажем, это не реклама, но на их примере мы покажем, какой состав должен быть, каких ингредиентов быть не должно. И здесь два варианта в капсулах и порошковых. Я тоже расскажу, как можно их по-разному применять. Прежде всего, давайте начнем с того, кому принимать протеин можно и нужно ли его принимать всем. Всем его, конечно же, принимать не нужно. Есть на самом деле показания к приему протеина. Сейчас я пока называю это все общим словом протеин. На самом деле, когда я говорю слово протеин, я имею в виду аминокислоты. И про них мы поговорим еще подробнее. Что такое аминокислоты? Это конечный продукт распада различных видов белка и животных, и растительных. Это молочные продукты, это мясо, птица, яйца, субпродукты, это бобовые, конопля, соя и различные продукты растительного происхождения. Так вот, первое, на что мы должны ориентироваться, это уровень общего белка в крови. Это анализ, который нам подскажет, первое, достаточно ли белка вы употребляете, и второе, усваивается ли у вас этот белок. Подтверждение этому вы можете уже увидеть во втором анализе, который называется КО-программа, обычный анализ кала. Сейчас поговорим подробнее. Так вот, уровень общего белка по крови должен быть не менее 73-75 граммов на литр. Если у вас эти показатели ниже, два вопроса, которые вы должны себе задать. Достаточно ли пищи белковой я употребляю для того, чтобы поднять уровень белка? И может быть ответ на вопрос кроется в вашем рационе, а не в приеме дополнительного протеина. Второй момент, если вы действительно в каждый прием пищи едите животный или растительный белок, а уровень общего белка у вас 70-66-68, то задайте себе вопрос, а усваивается ли у вас белок? И это зависит от кислотности желудочного сока и от состояния слизистой кишечника, где происходит окончательное усвоение аминокислот. И здесь мы с вами идем в ко-программу, анализ кала, и смотрим такие показатели, как мышечные волокна, непереваренная пища и PH. И если у вас в кале есть наличие мышечных волокон, остатки непереваренной пищи, это говорит о том, что у вас низкая кислотность. И даже если вы начнете пить дополнительно протеин, уровень общего белка у вас от этого не вырастет, потому что нужно заниматься в первую очередь кислотностью. И в этом случае ваш заказ с iHerb, а действительно качественный протеин и коллаген стоят дорого, просто выведется с калом в первозданном виде. Для этого вам нужно сначала разобраться с состоянием своей системы пищеварения, со своим рационом, и только во вторую очередь идти и заказывать себе различные виды протеина и коллагена. Таким образом можно просто впустую потратить деньги, а можно потратить их с пользой, пойти на программу «Практическая нутрициология для семьи», изучить свои симптомы, изучить свою лабораторную диагностику, изучить свой рацион и уже абсолютно правильным научным способом подобрать себе необходимые нутрицептики для того, чтобы они принесли максимальную пользу вашему здоровью. Ссылка на программу «Практическая нутрициология для семьи» находится в описании к этому видео. Переходите по ссылке и присоединяйтесь. Итак, как выбираю протеин я? Во-первых, я выбираю не протеин, а пептиды коллагена. Что это такое? Коллаген – это тот же самый протеин по сути, но слово «пептиды» означает, что это расщепленные аминокислоты. Усваиваются они гораздо лучше и эффективнее. Я бы вам не рекомендовала заморачиваться на разных видов типа коллагена. Вашему организму нужны все аминокислоты, а не какой-то выборочный тип. Почему я не выбираю сою и казеин? Потому что я, как нутрициолог с 10-летним стажем, знаю все негативные стороны сои и казеина. Они противопоказаны при различных заболеваниях, когда есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, когда есть проблемы с нарушением гормонального фона и эстрогендоминированием, когда есть проблемы с аутоиммунными заболеваниями и с низким иммунитетом. В таких случаях лучше избегать соевый и сывороточный протеин. Вы можете выбирать яичный протеин, если у вас нет аллергии на яйца. Естественно, вегетарианцам ничего не остается, как заказывать растительный протеин, но здесь вы должны понимать, что уровень аминокислот необходимых может отличаться. Для себя я выбираю аминокислоты, которые добываются в смеси из яиц, из рыбы, из курицы и из костей животных, которые находятся на травяном откорме. Из опыта работы с ученицами я вижу, что такой вариант аминокислот повышает уровень общего белка гораздо эффективнее, чем любой другой. Что мы должны видеть в составе и чего там быть не должно? Что должно быть в составе? Ваши виды протеина или коллагена должны содержать 19 незаменимых аминокислот. Вы их видите на картинке. Почему мы не выбираем только BCAA, поговорим чуть позже. Помимо этого, кроме аминокислот в идеале не должно быть больше ничего. Естественно, большинство спортсменов употребляют виды протеина с различными сахарозаменителями, усилителями вкуса, особенно такими ужасными, как сахарин, сукралоза, различными сахарозаменителями, например, мальтадекстрим. А видео про негативное влияние сахаров и тем более сахарозаменители вы уже могли посмотреть на нашем YouTube-канале. Если вы этого не сделали, то ссылка находится в описании к этому видео. Так вот, в дополнительных ингредиентах этого быть не должно. Если вы выбираете полезные виды коллагена, протеина, растительного или, например, смеси протеина, там не должно быть следов сои, не должно содержаться следов пшеницы, иначе это будет глютен, а также не должно быть различных консервантов и канцерогенов. И я, конечно же, за виды протеина и коллагена без усилителей вкуса, когда они не содержат никаких синтетических ароматизаторов. Как же понять, куда мы смотрим? Мы смотрим не только на состав, который указан на банке и перечислены все именно кислоты. Также есть такое слово, которое называется ингредиенты. И вы обязательно должны либо посмотреть на банки, либо зайти на сайт и посмотреть именно слово ингредиент. Конкретно на этом протеине вообще нет такого слова, потому что кроме аминокислот здесь нет ничего. Это порошковый вид пептидов коллагена. Этот вид пептидов коллагена находится в капсулах, и здесь единственное слово после двоеточия ингредиенты содержится желатин. Это само содержание капсулы. Больше здесь нет ничего, ни усилителей вкуса, ни консервантов, ни канцерогена, ни сои, ни пшеницы, ни сукралоза, ни сахарина. Никаких усилителей вкуса. Многие думают, что есть мужские виды и женские виды протеина или коллагена. Например, молодые люди часто выбирают BCAA. К BCAA у меня особое отношение. Я очень подробно изучала эту тему. И к большому сожалению, постоянное употребление BCAA приводит к негативным последствиям. Почему? Потому что эти аминокислоты, валин, изолицин, лицин приводят к активации такого механизма, который называется МТОР. МТОР-механизм – это комплекс в нашем организме, который усиливает протекание различных биохимических реакций в нашем организме. Активация МТОР-комплекса имеет огромное количество негативных последствий, начиная с повышения уровня невротичности, увеличение уровня стресса, ухудшение сна, проявление аллергических реакций, аутоиммунных реакций, депрессивного состояния. И это все негативные влияния употребления BCAA на постоянной основе. Поэтому, если вы действительно думаете, что вам необходимы эти аминокислоты, и вас никак не разбедить, то я вам предлагаю сдать анализ мочи на аминокислоты. Это единственный достоверный анализ. Да, он не очень дешевый, но тем не менее, который покажет истинный уровень аминокислот в вашем организме. И если вы будете постоянно принимать BCAA и не будете принимать другие аминокислоты, у вас будет полнейший дисбаланс, что отразится на работе вашей печени в том числе. Очень часто я видел то, что, ну вот кто занимается спортом на профессиональной основе, они все лысые и с прыщами. Это зависит и от аминокислот, потому что конкретно BCAA увеличивают рост инсулина в крови, а уровень инсулина влияет на рост тестостерона. Соответственно, адрогенных гормонов это может проявляться в виде высыпаний. Кроме этого, если вы берете BCAA или любой протеин с сахарозаменителями и усилителями вкуса, то это влияет на состояние вашей микрофлоры, состояние вашего кишечника, избыточного грибкового роста, что также может проявляться различными высыпаниями, аллергическими реакциями и проблемами с кожей. А сейчас очень важная информация, особенно это касается девушек, которые пьют коллаген для качества кожи, для качества волос. Во-первых, вы должны понимать, что на преждевременное появление морщин влияет ваш рацион, а в первую очередь употребление сахара и рафинированных углеводов. И даже если вы параллельно с сахаром и рафинированными углеводами будете принимать коллаген, это никаким образом не повлияет на качество вашей кожи и на появление ранних морщин. Уберите сахар и, возможно, вам не понадобится коллаген. Второй момент, вы пьете это для красоты волос и ногтей. Но вы должны понимать, что кроме аминокислот, а здесь должен быть весь спектр, и они должны усваиваться, есть еще вот такой пул микроэлементов, витаминов и минералов, которые связаны с состоянием кожи и состоянием волос. Один коллаген вас не спасет. И есть еще один негативный момент. Многие думают, что я буду принимать коллаген, и тогда я могу не есть еду, которая содержит аминокислоты. Это не так. Давайте сравним яйцо и сравним коллаген. Помимо аминокислот, там содержатся жиры, жирорастворимые витамины, там содержатся различные микроэлементы и минералы. Вы лишаете себя огромного количества дополнительных питательных веществ. Поэтому заменять прием пищи приемом коллагена категорически нельзя. Вы можете его использовать как дополнительный источник белка, но ни в коем случае не вместо. Если вы действительно хотите разобраться, почему у вас плохое качество кожи и почему у вас выпадают волосы, я вас приглашаю на бесплатный вебинар «Пирамида женской красоты и здоровья», где мы обсуждаем все причинно-следственные связи этих состояний. Ссылка на вебинар находится в описании к этому видео, обязательно переходите и регистрируйтесь. Спасибо, что смотрели видео до конца. Обязательно пишите в комментариях, если вы принимали коллаген и что вы заметили после его употребления, какие плюсы и минусы вы заметили, а мы обязательно обсудим это в нашем прекрасном сообществе здорового питания. С вами была Ксения Черная и канал про здоровье. Единственный канал на YouTube, где мы обсуждаем здоровое питание не с точки зрения похудения, а с точки зрения здоровья. Сегодня мы разобрали с вами только протеин, а есть еще огромный пул различных веществ. Это и витамин D, и С, и омега-3, и различные мультикомплексы для женщин и детей. Огромное минное поле, чтобы потерять кучу денег. Для того, чтобы не совершать бесполезные покупки и не выкидывать деньги на ветер, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить выход новых видео.